Фигуристы Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин чаще всех в своем виде спорта тестировались российским антидопинговым агентством Русада в 2021 году. Коляду, Степанову и Букина проверили на допинг пять раз за год. Всего в 2021 году Русада протестировала 47 российских фигуристов. Евгения Семененко проверяли четыре раза. Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейра, Петр Гуменник, Александр Самарин и Тиффани Загорский были протестированы три раза. Кирилл Алешин, Александра Бойкова, Макар Игнатов, Денис Хадыкин, Майя Хромых, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Дмитрий Рылов, Анна Щербакова, Анастасия Скопцова, Евгения Тарасова, Александра Трусова и Дарья Усачева тестировались дважды. Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк признался, что пробовал исполнять пятерной сальхов, а вот аксель в четыре оборота фигуристу прыгать очень страшно. Также он рассказал о страхе при исполнении четверных прыжков. Если честно, мне кажется немного странным, если люди не понимают, что подобные вещи, это страшно. Естественно, когда ты учишь новый элемент, это страшно кому-то больше, кому-то меньше. Но ты по сути для себя идешь в неизвестность. Ты можешь упасть, ты можешь травмироваться. Когда ты осознанно идешь на что-то неизвестное, что, скорее всего, закончится неудачей, нужно сначала себя в голове перебороть и только потом идти. Когда ты идешь в элемент, который не делал никто, и неизвестно, реально ли это вообще, это особенно страшно. На вопрос больнее ли падать с четверного прыжка, чем с одинарного, фигурист ответил следующее. Все зависит от падения, это сто процентов. Можно и с одинарного прыжка упасть очень больно. На это меньше шансов, но это вполне возможно. И с четверного можно упасть безболезненно. Мне кажется, количество оборотов не сильно влияет, сказал Кондратюк. Хореограф Илья Авербух поделился прогнозом на выступления российских фигуристов на Олимпийских играх 2022 года. На вопрос, насколько великолепные результаты на чемпионате Европы конвертируются на мировой уровень, Авербух считает, что ни на сколько. Потому что за исключением женского турнира, где действительно нашим девочкам равных нет в мире, во всех остальных видах ничего конвертировать нельзя, это разные турниры. И основные соперники, которые будут выступать на Олимпиаде, ни в одном из четырех видов, на Европе не выступают. Это хороший проверочный турнир, но основная борьба впереди, сказал Авербух. В танцах на льду Илья считает главными претендентами на золото Олимпиады, французов Пападакис и Сизерона и наших ребят Синицыну и Кацалапова. В спортивных парах основным конкурентом по мнению Авербуха является китайская пара Вэньзэньсу и Цунхань, но шансы их обыгрывать у наших ребят есть. А вот что касается мужских соревнований, то здесь по мнению Авербуха российским спортсменам ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятерке, основные конкуренты в мужском одиночном катании, это американцы и японцы. Мы их знаем, они не участвовали в чемпионате Европы. Так же как и мы в чемпионате четырех континентов, сказал Авербух. Александра Трусова подвела итоги чемпионата Европы в Таллине, «Каждый старт для меня это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Спасибо всем, кто всегда рядом», — написала Трусова. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс начала сбор средств для поездки на Олимпийские игры в Пекин, об этом она сообщила на своем сайте. Фигуристке 22 года, она является четырехкратной чемпионкой Бельгии, участницей игр 2018 года. Теперь фигуристка мечтает о своей второй Олимпиаде, но судя по всему преградой для поездки Хендрикс на Олимпиаду могут стать финансовые проблемы. Фигуристка просит болельщиков поддержать ее и по возможности проспонсировать ее поездку в Пекин. На чемпионате Европы 2022 года она заняла четвертое место, уступив только российским спортсменкам. Причем, как призналась сама Луна, она знала, что уступит в борьбе за медали, так как русские девушки очень сильные. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.